Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Сегодня для моих любимых меломанов, с которыми вместе мы отправляемся в путешествие по французским фестивалям, я подготовил небольшую лекцию, посвященную спектаклю Борис Годунов, который мы увидим в Парижской опере. Если спросить любого из вас, какая из национальных русских опер является главной, вы наверняка ответите что-нибудь про оперы Чайковского. Для всего же мира главной русской оперы остается Борис Годунов. Наверное, с того момента, как больше ста лет назад Дягилев привез в Париж Бориса Годунова с Федором Ивановичем Шаляпиным. Думаю, это связано с тем, что большинство русских опер носят ярко выраженный национальный характер и многие вещи в этих операх для иностранцев остаются непонятными. Не зря же из театр в театр последнее время кочует истории про геев Ленского и Онегина, потому что никак иначе не могут люди порой объяснить то, что происходит в романе Пушкина и в опере Чайковского. Тем не менее, Борис Годунов остается оперой, которая понятна всем и всегда, наверное, потому что в ней военный, самоучка, алкоголик Модест Мусоргский внезапно поднялся до абсолютно шекспировских высот. И, кстати, первая редакция этой оперы, которую мы, например, увидим в Париже сейчас благодаря стараниями Владимира Юровского, это редакция, наверное, одно из немногих произведений, которые Мусоргский все-таки закончил. К сожалению, в нашей стране сейчас очень часто эта опера исполняется в редакции Римского Корсакова, человека, чьи взгляды на музыку кардинальным образом отличались от взглядов Мусоргского. И когда Мусоргский умер, Римский Корсаков многие вещи в его произведениях просто переписал в соответствии с тем, как он себе это представлял. Поэтому эта музыка более яркая, более красивая. Для Мусоргского очень важным является поиск правды, поэтому он старается приблизить пение максимально к речи. Поэтому в опере Борис Годунов мы встречаем огромное количество мест, в которых люди не поют, а произносят мелодикламации или речитативы. То есть применяются все возможные формы, которые приближают пение к речи. К сожалению, в том виде, в каком Мусоргский задумывал свое произведение как очень сугестивное оперное высказывание на тему трагедии царя Бориса. Вот в этом виде опера была отвергнута дирекцией императорских театров. И Мусоргскому было заявлено, что очень мало любви. Поэтому ему пришлось дописать несколько сцен, в том числе знаменитый польский акт с любовным дуэтом Марины и Самозванца. В 20-е годы прошлого века стороне музыковеда Павла Лама все-таки была найдена и очищена первая авторская редакция. И сегодня в Париже именно она будет на сцене, и мы будем ее смотреть. Очень обидно, что в Большом театре до сих пор эта опера идет в редакции Римского-Корцкого, потому что наш национальный центр оперный должен, конечно, в первую очередь думать о том, чтобы показывать людям произведение в том аутентичном замысле. Сегодня у нас необычная лекция, потому что по просьбам моих меломанов мы остановимся не на музыкальном аспекте, не на драматическом аспекте. Мы будем говорить об историческом аспекте. Как всегда выясняется, что истории нас учили плохо в школе, и поэтому мы не совсем понимаем все тонкости происходящего в этой опере. Сегодня мы будем говорить об опере Борис Годунов как о произведении, все-таки вписанном в исторические реалии и истории государства российского Карамзина. Хотя, конечно, художественные обобщения и Пушкина, и Мусоргского мы не сможем не затронуть. Идея эта придумана не мной. Я видел спектакль в Новосибирском театре. Этот спектакль поставил Дмитрий Белов, и мне эта идея показалась очень интересной. Этот спектакль шел в рамках образовательного проекта, и поэтому такое полуконцертное исполнение Бориса Годунова сопровождалось показом на видеоэкранах как раз титров с точными историческими деталями. Внезапно я понял, что в этом сочетании опера приобретает совершенно другое звучание. Вот сегодня мы попробуем также поговорить о том, что же происходит в российской истории и как это связано с оперой Борис Годунов. Начнем немного издалека. 16 января 1547 года состоялась церемония венчания на царство Ивана Грозного. Московское княжество обрело первого царя и стало именоваться русским царством. Грозный увеличивает территорию страны более чем в два раза, создает централизованное государство, лишая местных князей полномочий. Князья переходят в оппозицию к царю. В ответ Грозный, укрепляя царскую власть, вводит опричину и уничтожает тысячи людей. В 1584 году Иван Грозный умирает. Была ли смерть царя вызвана естественными причинами или была насильственна, неизвестно. Наследники Ивана Грозного, род Рюрикович, это старший сын Федор, 27 лет, и младший сын Дмитрий, 5 месяцев. По завещанию Грозного трон достается, естественно, старшему сыну Федору Иоанновичу. Дмитрию в наследство достается знаменитый город Углич. Царь Федор не способен государственной деятельности и находится под опекой своего Шурина, Бориса Годунова. Годунов фактически правит 13 лет государством. Федор Иоаннович был очень набожный. Если почитать образ жития его, то мы обнаружим, что с утра до вечера он молился, посещал церковь, исповедовался, постился, то есть ему совсем было не до государственной власти. Поэтому у власти был Борис Годунов, брат царицы Ирины Годуновой. В 1591 году в Угличе при загадочных обстоятельствах погибает царевич Дмитрий. А 7 января 1598 года царь Федор Иоаннович умирает, так и не оставив наследников. Через неделю после смерти мужа Ирина Годунова отказывается от престола и уходит в монастырь. Многовековая династия Рюрикович прекращает свое существование, а ведь она была основана легендарным новгородским князем Рюриком еще в 9 веке. Вокруг русского пристрола обостряется борьба. Основные соперники Борис Годунов и бояре Романовы. Сразу после смерти царя Федора Иоанновича 17 февраля 1598 года патриарх Иофф и его сторонники собирают Земский собор и выдвигают на престол кандидатуру Бориса Годунова. Земский собор одобряет этого кандидата и приносит ему присягу на верность. Вот то, что мы видим в картине первой. Борис отказывается принять престол немедленно. Он решает выждать. Ему необходима поддержка простого народа и бояр. Борис Годунов с сестрой Ириной находится здесь же, в Новодевичьем монастыре, где и проходит действие первой картины в Смоленском соборе. Но к народу они не выходят. Крестный ход к Новодевичьему монастырю под предводительством патриарха Иоффа способ убедить Бориса принять престол. Годунову необходимо, чтобы избрание было всенародным. 21 февраля Борис Годунов после долгих уговоров соглашается взойти на русский престол. В этот же день прямо в Новодевичьем монастыре состоялось наречение Годунова на царство. Но до официального объявления Бориса русским царем остается еще более полугода. Избранный на царство Борис Годунов медлит с избранием на должность. В феврале-апреле в течение двух месяцев Борис Годунов находится в Новодевичьем монастыре рядом с сестрой, лишь изредка приезжая в Москву. В апреле Борис Годунов с женой Марии и двумя детьми Ксением и Федором выезжает в царские палаты Кремля. Май. Появляются слухи о готовящемся походе на Москву крымского хана. Борис Годунов вновь откладывает венчание на царство и созывает рать. В июне Борис Годунов во главе русского войска ставит лагерь под Серпуховым для отражения нападения крымского хана. В лагере он принимает послов хана и щедро одаривает их. Послы, пораженные мощью русского войска, возвращаются к хану для утверждения союзной грамоты. Борис Годунов возвращается в Москву и в Москве чествуют его как победителя. Годунов снова откладывает вступление на трон, чтобы совершить обряд венчания на царство в новом году. Потому что новый год наступает 1 сентября. Наступает 1599 год. И уже 3 сентября мы видим то, что происходит во второй картине. Борис Годунов, сын мелкого помещика, стряпчий, подававший блюда к столу Ивана Грозного, становится первым законно избранным государем и венчается на царство. Из рук князей духовенства будущий монарх получает царские регалии. Державу или яблоко, который изображает землю и символизирует власть над ее частью. Скипетр, царский посох, один из древнейших символов царской власти. Царский венец, драгоценный головной убор, символ власти, так называемая шапка Мономаха. Событие 99-го 1601 годов. Борис Годунов стремится быть идеальным царем. Он заботится о стабильности в обществе и интересах государства. Среди прочего Борис Годунов улучает условия торговли для купечества, награждает дворян за ревностную службу, набожно чтит духовенство. Во время правления Бориса Годунова происходит закрепление к московскому государству завоеванных областей по Волжии и Западной Сибири. В московском же Кремле проводятся значительные строительные работы, возводятся каменные палаты для военных приказов, надстраивается верх колокольни Ивана Великого. В своей государственной деятельности Борис Годунов благоволит к иноземцам. По его инициативе в Москву из Европы начинают приезжать врачи, рудознатцы, купцы, ученые люди, военные специалисты. Внешняя политика Бориса Годунова преследует цель сближения России с Европой, в том числе путем заключения брачных союзов. В Москву прибывают из Европы царственные женихи для дочери Ксении, из Грузии послы невесты для сына Феодора. Но несмотря на дипломатический талант, поддержку духовенства, расположение военного сословия, щедро расточаемой милости, популярность Бориса Годунова была непрочной. Что мы видим в третьей картине? Чудов монастырь, который находился тогда рядом с Кремлем. Служители церкви не могли претендовать на престол. Пользуясь этим, монархи насильно ссылали соперника в монастырь. Борис Годунов сослал в монастырь своего основного соперника Федора Романова. При постриге он получил имя Филарет. В опере он выведен под именем Пимен. Юрий Отрепев, 20 лет, сын дворянина из города Галич, расположенного недалеко от Костромы. Служил в Москве у бояр Романовых, где достиг высокого положения. Во время расправы Годунова над Романовыми, Отрепев, чтобы избежать виселицы, бежит обратно в Костромские земли, где постригается в монахи с именем Григорий. В 1602 году Григорий Отрепев добивается перевода в Москву, в чудо в монастырь. Сосланный Годуновым в монастырь Филарет после смерти царя Бориса станет патриархом и примет участие в причислении погибшего царевича Димитрия к лику святых. Появление летописей, называвших Годунова убийцей царевича Димитрия, сложно назвать случайным. Их автор Филарет, сосланный в монастырь соперник Бориса, то есть наш Пимин. В 1601-1603 годах страну постигли неурожая, ставшей причиной великого голода. Бедствие охватило большую часть европейской территории русского царства. В одной только Москве всего за два года от голода погибает не менее 127 тысяч человек. Начинаются болезни и эпидемия холеры. Вымирают целые деревни, города, посады. К июлю 1603 года ситуация в стране становится критической. Начинаются крупные восстания, в которых участвуют крестьяне, холопы и казаки. Обозленный народ во всем винит Бориса. Идут разговоры, что царствие Годунова беззаконно, что у него нет благословения Божьего, что голод и болезни – это Божья кара за убийство законного наследника престола царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Борис поощряет шпионство и доносы. Начавшиеся опалы, ссылки, пытки и даже казни окончательно лишают царя народного расположения. На окраинах русского царства собираются разбойники, беглые крестьяне, аферисты всех мастей. Многие из них оказываются на границе с Литвой. То, что мы видим в картине четвертой. Григорий Отрепев добирается до Крапкова, столицы польско-литовского государства. Там он объявляет себя сыном Ивана Грозного, чудом уцелевшим царевичем Дмитрием. В качестве полноправного наследника русского престола Григорий Дмитрий становится полководцем войска польского при дворе короля Сигизмунда. В пятой картине мы видим семью Бориса Годунова. Правда, за кадром остается его жена Мария Скуратова-Бельская. Но зато есть дочь Ксения и сын Федор. Мария Скуратова-Бельская, жена Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова, любимого помощника и лучшего опричника царя Ивана Грозного. Федор, сын Бориса Годунова, ему 14 лет. Отец с ранних лет готовит его к царствованию. Федор получает европейское образование, с 9 лет заседает в Боярской думе, принимает послов, он становится первым русским картографом. Ждет невесту, дочь грузинского царя. Ксения, дочь Бориса Годунова, 22 года, умна, красива, талантлива, хорошо образована. Отец ищет для нее выгодную партию. Помолки с разными женихами срываются четыре раза. Брат датского короля Иоганн Датский очаровывает невесту и царский двор. В 602 году скоропостижно он умирает до свадьбы. Ксения затворяется в теремном дворце. Огромное количество врагов и соперников огружает царя Бориса. Он составил ближнюю думу, совет доверенных лиц из своей родни, но от нее нет действительной помощи и опоры. В Бояре возводят Борис очень редко, придворных фаворитов у него тоже нет. Чтобы сохранить престол, он вынужден всех остерегаться, всех подозревать, за всеми следить. Политическое одиночество – естественное последствие его удачного восхождения на престол. Во времена Грозного отец Василия Шуйского, Иван Андреевич, был уважаемым полководцем, а сам клан Шуйских очень влиятельным. Позже семья Шуйских была подвергнута Годуновым опали. Из всей семьи Шуйских только Василий остается на службе. Василий окружен шпионами, Борис постоянно подозревает его в измене, но явных улик против него нет. В 1591 году именно Василий Шуйский вел следствие по делу царевича Дмитрия. Будучи под строгим надзором Годунова, Шуйский признал причиной смерти царевича несчастный случай. В этом же году Василий Шуйский был введен Борисом Годуновым в Боярскую думу. Тел в тот момент было 13, потому что разъяренная толпа после гибели Дмитрия жестоко растерзала 13 человек, в основном детей, заподозрив их в убийстве царевича. Шестая картина «Собор Василия Блаженного». События 603-604 годов. Начальным этапом Великого Голота был страшный неурожай. В 1602 году посевы, на которые земледельцы возлагали свои последние надежды, были погублены морозами. Весной 603 года крестьяна стало нечем засевать поля. Неслыханный голод продолжается третий год. Запасы продовольствия полностью исчерпаны. В пищу идут собаки и кошки. Затем голодающие начинают есть траву и липовую кору. Ситуация становится безвыходной. Несмотря на установленный Годуновым запрет на повышение цен, хлеб дорожает больше, чем в шесть раз. В ответ Борис начинает раздавать деньги бедным. Узнав про милость государя народ со всех сторон устремляется в Москву. Это только усиливает бедствие. Цены на хлеб вырастают в сто раз. Перед собором сотни людей ожидают милостыни. Размер подаяния одна копейка. На эти деньги люди смогут купить себе хлеба. Если вспомнить, что из 10 миллионов населения Руси от голода в этот момент умирает около трех, то мы понимаем тот ужас, которым хору Мусоргского поет хлеба хлеба. В январе 605 года у села Добрыни Чебрянской области войско самозванца полностью разбито войсками Годунова. Но радость царя преждевременно избежав плена, Лжедмитрий укрепляется на юге в городе Путивли под защитой донских и запорожских казаков. В Путивль отовсюду прибывают желающие служить настоящему царю. Окраины идут вслед за самозванцем и к Москве подходит уже десятитысячное войско. Страна находится в состоянии гражданской войны. Среди сторонников Лжедмитрия не только поляки и литовцы, но и много русских. В Москве каждый день заседает Боярская дума. Борис Годунов пытается найти среди бояр организаторов заговора, но доказательств нет. Бояре и народ настроены к царю враждебно. Тем временем состояние здоровья Бориса Годунова с каждым днем ухудшается. В последние годы главная задача для Годунова – передача власти сыну Феодору. Царевич повсюду сопровождает отца, а подданные привыкают видеть в нем своего будущего государя. В десятом часу утра 13 апреля 1605 года после двухчасового приступа Борис Годунов умирает предположительно от апоплексического удара. Перед смертью царей постригали великую схему – ангельский ранг. Принятие схемы означало освобождение от тяжести грехов, от власти зла над душой царя. Царствование Федора Годунова, сына Бориса, продолжается 49 дней. В Кремле бояре душат веревками вдову Годунова и его сына. Народ уже объявляет, что они покончили с собой. Лжедмитрий бесчестит дочь Бориса Ксению, а затем отправляет ее в монастырь. Самозванец коронуется венцом Годунова, приняв его из рук нового патриарха и становится царем Дмитрием Иоанновичем. Вскоре начинается новое восстание под руководством боярина Василия Шуйского и самозванец правит страну меньше года. 17 мая 1606 года он убит. В руку ему кладут медный грош и тело швыряют на лобное место. Царем становится Василий Шуйский. При нем составляется разрешительная грамота, соборное определение о невиновности Бориса Годунова в смерти царевича Дмитрия. В течение трех веков виновником наступления смуты считали Бориса Годунова. Карамзин пишет в истории государства российского, что если мы клевещим на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летописи, бессмыслием или враждою. Вот таким был исторический фон оперы Бориса Годунова Мусоргского. Надо вспомнить, конечно, что у композитора в последней картине Пимен становится оружием в руках Шуйского против Бориса Годунова и причиной смерти царя. Хотя, как мы понимаем, в этом и есть сила художественного обобщения. Если Пимен это Филарет, то значит именно действительно он позже будет в своих летописях отмечать, что Борис Годунов и является убийцей царевича Демитрия. С того момента и до сих пор никто не знает точно, причастен ли Борис Годунов к смерти царевича Демитрия. И в какой-то мере, наверное, Борис Годунов стал таким историческим сальери. Я бы еще хотел сказать несколько слов о том, что в последующей редакции Мусоргский очень усилил роль народа, что было с восторгом принято позже при советской власти. И во всех постановках педалировалась финальная сцена под кромами, где народ представлял собой практически революционную массу. Но на самом деле, если мы послушаем внимательно эту оперу, то мы поймем, что Мусоргский очень в неприглядном виде представляет этот народ как скопище людей, которые готовы продать за копейку, за кусок хлеба. И еще одно маленькое замечание, которое, может быть, не совсем относится к сегодняшней теме. Я бы хотел сказать еще два слова о традиции исполнения партии Бориса Годунова, потому что в нашем сознании сегодня существует такой большой шаляпин в традиционном костюме, царском облачении, как на картине Головина. И мы всегда считаем, что Борис Годунов – это партия для очень низкого баса. Так вот, на самом деле, это было и изначально не так. Да и сегодня, надо сказать честно, эту партию все чаще поют люди с промежуточными голосами. Вот именно советский канон, который вносил в оперу Борис Годунов несвойственные ей смыслы вот этого революционного народа, в том числе поменял и наше представление о том, что эту партию должны петь очень низкие басы. На самом деле это не так. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки на фейсбуке и до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok